Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, как мы с мамой в декабре 2015 года ездили в город Лоустофт. Это самая восточная точка Англии. Лоустофт это небольшой приморский городок в английском графстве Саффолк. Он является укрепленным морским портом на берегу Северного моря. Его население на 2011 год составляло 73 800 человек. Как самый восточный населенный пункт Великобритании, он находится в 177 километрах к северо-востоку от Лондона, в 61 километре к северо-востоку от Ипсвича и в 35 километрах к юго-востоку от Норвича, о котором я вам, кстати, уже рассказывала. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Лоустофт является самым главным городом своего округа. Его развитие росло вместе с рыбной промышленностью, а также он был известным морским курортом с широкими песчаными пляжами. Поскольку рыболовство сократилось, в 1960-х годах верх взяла промышленность по добыче нефти и газа в Северном море. С середины 1960-х до 1990-х годов здесь обеспечивала значительную занятость населения нефтегазовая промышленность. В течение многих лет южная операционная база Шелл на северном берегу Лоустофт была крупнейшим работодателем города. Решение о закрытии базы Шелл было окончательно принято в 2003 году. Несмотря на то, что эта промышленность пришла в упадок, нефтегазовая отрасль по-прежнему является самой крупной отраслью в этом районе. Лоустофт становится региональным центром индустрии возобновляемых источников энергии. Некоммерческий энергетический центр Orbis был создан для привлечения бизнеса в секторе зеленой энергетики и оснащен солнечным тепловым отоплением. В апреле 2009 года Associated British Ports объявила, что гавань станет самым крупным операционным центром ветроэлектростанции мощностью в 500 мегаватт, которая после завершения строительства станет самой крупной в мире ветроэлектродобывающей станцией. Другие разработки в секторе возобновляемых источников электроэнергии включают прототип генератора приливной волны, производимой местной компанией 4Energy и системой волновой энергетики, разработанной Trident Energy. Но обо всем об этом я узнала уже после того, как забронировала билеты, села в поезд и стала изучать, что же мы можем посмотреть в таком замечательном городе под названием Лоустофт, в который мы отправились на целый уикенд, то есть на два дня. 19 и 20 декабря 2015 года мы сели в поезд Грейта Англия, по-моему, на Ливерпуль стрит, и отправились туда через Норвич, то есть через северо-восток, и потом уже немножечко спустились вниз. А обратно мы уже ехали через Ипсвич до Лондона. Путь через Норвич составил 2,5 часа, а через Ипсвич 3 часа. Билеты нам обошлись в 36 фунтов, плюс 2 фунта сервис-чардж, то есть за обработку билетов, то есть в 38 фунтов туда и обратно. Также я сняла отель на берегу моря. Ну мы, я уже сто раз говорила, любим выезжать на море на уикенд, чтобы насладиться морским бризом, как-то успокоиться и надышаться вот этим вот счастьем, которое нам приносит звук морского прибоя и вообще само по себе море. Ну о море я расскажу чуть-чуть попозже. Какое оно было волнующее в эту поездку. И забронировала комнатку в отеле под названием Хамела Гестхаус, который нам обошелся в 60 фунтов за ночь. То есть мы там провели одну ночь, субботу на воскресенье. Итак, приехав в субботу на железнодорожный вокзал Лоустофта, мы пошли по главной центральной улице, Хай-стрит скорее всего она называется. Я уже рассказывала, что во всех маленьких городках Великобритании самая главная улица называется Хай-стрит. И так как это уже было предрождественское время, мы увидели, что на эту Хай-стрит, там где у них стояла елка, привезли живых оленей. И в огороженной такой области несколько эльфов предлагали детям их погладить, покормить, в общем, немножечко поснимало, было интересно. Рядом с этим местом мы нашли чарити-шоп. Ну, торопиться нам было некуда, мы зашли, посмотрели, что там можно купить. Именно там я приобрела себе розовую шляпу. Которую потом и носила по этому городу и вообще часто гуляла в ней по Лондону. Где она сейчас, правда, не знаю. Скорее всего, осталась в Лондоне с тем багажом, который я не смогла забрать. В тот момент, когда я уезжала окончательно из Лондона, я уже рассказывала, мне пришлось выкинуть основную часть своего гардероба. Но на какое-то время, там на 2-3 года, эта шляпа украшала многие мои осенние-зимние фотографии. Дальше мы пошли по центральной улице, просто гулять по городу, фотографировать здание и искать что-то интересненькое. Но, в принципе, городочек небольшой, то есть вот это самая главная улица, ну, там около двух кварталов. Сбоку я увидела такой прогал, где видна была вот эта вот электростанция или газонакопитель. Я даже не знаю, что это было, завод какой-то. Но меня всегда все интересует масштабное и металлическое. И, кроме того, я увидела одну вот эту вот ветряную мельницу, и я сказала маме, идем туда. Шли мы туда очень долго, это какой-то индустриальный такой райончик. Было уже очень страшно, начинало темнеть, никого на улице не было. Но так как это место заводов, добычи или разгрузки, погрузки вот этого газа, нефти, ну, такой нефтедобывающий или нефтеперерабатывающий хаб. Я в этом, если честно, не разбираюсь, но было интересно поснимать. И иногда приходилось даже снимать так, чтобы меня не арестовали. Мало ли, я тут какой разведчик узнаю, что тут происходит. И изучаю месторасположение всех этих газовых контейнеров. Но мне просто было интересно. Это было что-то новенькое для меня, поэтому я решила снимать все подряд. Затем я уже видела кромку моря и хотела выйти к морю, но мама там со мной чуть ли не поругалась, говорит, «Мне страшно, давай пойдем обратно». Кстати, вот эта ветряная меренница, несмотря на сильнейший ветер и шторм даже, она стояла то ли отключенная, то ли, не знаю, как они добывают энергию, если во время такого сильного ветра она не работала. То есть она вообще не крутилась. Ну, конечно, огромных размеров, я не знаю, наверное, высотой в 30-этажный дом, просто не передать словами, ты чувствуешь себя муравьем на фоне многоэтажки. Но несмотря на то, что мама уже разворачивалась, чтобы пойти обратно в город, я дошла до моря, и она уже следом за мной пошла тоже, и мы не пожалели о том, что все-таки дошли до берега. Именно на этом месте было, кстати, написано, что вот именно эта точка, ну, может быть, это побережье имелось в виду, является самой восточной точкой Англии. Вот, так что я сфотографировала эту надпись, и можно сказать, что я побывала на самом восточном краю Англии. Ну, а море, море в этот раз штормило не на шутку, оно было какое-то коричнево-серое, и волны разбивались о камни, и много чаек летало, я их тоже пофотографировала и вблизи, и, в общем, море я нафотографировалась, наснималась. А также вот такой вот городок трейлеров, дома которых привозятся на побережье, и люди проводят на берегу моря, бывает так, что и целое лето. Там же мы и сделали свою фотосессию, меня в новой шляпе. Ездила я в плащении промокайки, который я купила в Тикимаксе в первый год своей жизни в Лондоне. Очень классный был плащ, он такой белый, и с какими-то цветами снизу, синенькими. Ну, я люблю всё бело-синее. Но, к сожалению, его мне тоже пришлось оставить в Лондоне, когда я уезжала в 2017 году, оставляя практически весь свой гардероб там. Как сейчас помню, покупала я его за 50 фунтов. Было очень жалко тратить эти деньги, так как 50 фунтов в первый год моей жизни в Лондоне, когда у меня не было заработков, и я привезла с собой всего лишь полторы тысячи фунтов. Это был огромный кусок от моего общего бюджета. Но, тем не менее, в течение, наверное, всех 7 лет он был неотъемлемой частью моего гардероба, потому что в Лондоне постоянно дожди, и мне в нём было поздней осенью и зимой очень даже тепло, потому что он непромокаемый, и он изнутри согревал всегда меня. Ну да ладно, это просто вот об одной вещи, которую мне до сих пор жалко, что пришлось выкинуть. Дальше, так как уже было почти темно, мы направились в свой отель, заселились туда. Вот так вот выглядел наш номер с видом на набережную. В Теско мы приобрели курочку уже готовую и, поужинав, легли спать. На утро мы отправились гулять в другую часть города, там, где уже были расположены пляжи. Много рыбаков сидело на берегу. Люди обычно в выходные на морских курортах гуляют по набережной, по пляжу со своими собаками. Ну и, естественно, я наобщалась со всеми собаками, нафотографировала их и также нашла вот эти вот знаменитые пляжные домики, которые в Англии называются «Huds». Их можно как снимать, так и просто они как гараж, наверное, работают для людей, живущих в этом городе. Там же один из рыбаков лежал, загорал. Дошли до осада, погуляли там, пофотографировали, покормили уточек. И на карте мы нашли точку «Naval Memorial», то есть мемориал, посвященный военно-морскому флоту и морякам, погибшим в сражениях, защищая берега Великобритании. Там же мы увидели огромный большой маяк. Немножечко поснимала я его со всех сторон. Погуляли по саду и отправились уже на вокзал. Ну, так как уже начало темнеть, гулять по темному городу в воскресенье вечером, когда уже никого нет. Так как в воскресенье вечером все магазины в Великобритании закрываются в 5 часов, а в маленьких городках и того в 4 часа вечера. Гулять было негде и страшно уже. Был открыт один Макдональдс рядом с вокзалом. Мы пошли ждать свой поезд туда. Взяли себе чаю, каких-то плюшек. Сейнсбург мы купили. И сидели там, смотрели в интернете фильм. Очень мне понравилась скульптура летящих журавлей рядом с вокзалом. Ночью они, кстати, приобретают такую неоновую подсветку. И, наверное, это является основным символом города Лоустофт. Когда пришло наше время в 6 часов вечера, мы сели в поезд и через Ипсвич. Это достаточно большой город на северо-востоке Англии, о котором я вам тоже буду рассказывать. Побывали мы в нем в 2018, по-моему, году. Мы отправились назад в Лондон. Вот таким было наше путешествие в небольшой курортный городок, который оказался нефтегазодобывающим хабом восточной Англии. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok